Всем привет, с вами Егор Камелев. И я вспомнил, что в группе недавно был вопрос такого характера. Вот у меня есть какой-то элемент на странице. Я на него мышкой навожусь. Как сделать так, чтобы у него подчеркивание появлялось, когда я мышкой навожусь, а подчеркивание уходило, когда я мышку с него убираю? Ответ на этот вопрос, он гораздо проще, чем я увидел в тех же самых комментариях. У нас для каждого элемента, для каждого виджета в акшуре, есть такая штука, как Interaction Styles. Это, в двух словах, когда происходит какое-то взаимодействие с виджетом, его стиль меняется. И у нас есть 4 возможности взаимодействия. Когда мы наводим на него мышку, mouse over, то есть когда курсор находится над элементом. Mouse down, это когда мы кликнули по элементу. Selected, это выбранный элемент. Disabled, это отключенный элемент. Нас интересуют в первую очередь первые и вторые пункты. Про Selected я вам рассказывал отдельно, как его использовать для демонстрации активных пунктов в меню навигации. Disabled мне на практике, пока вообще не встречался. Итак, вот наш виджет. Назовем у вас ссылка. Он у нас черный и не подчеркнутый. Давайте сделаем ему на состояние mouse over, точнее на взаимодействие mouse over, когда мы наводимся над ним курсором, другой стиль. Дадим ему подчеркивание и изменим цвет его фона на какой-нибудь бордовый. Окей. Проверяем. Мы навелись на элементы, он изменил свой стиль. Все очень просто. Давайте пойдем дальше. И сделаем так, что когда мы по нему кликнули, то есть мышка опущена вниз, но еще не поднята. Он был бы синим. Пускай он будет такой же подчеркнутый, но посинеет. Окей. Проверяем результат. Навелись, покраснил. Нажали, посинел. Отпустили, снова покраснил назад, потому что он mouse down. Это событие, когда у нас кнопка мыши нажата, а не отпущена. Вот вроде и все. Про selected и disabled ищите в моих предыдущих уроках. Про selected, про disabled, пока вообще не ищите. Спасибо за внимание.